здравствуйте дорогие друзья радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша сегодня мы беседуем с политологом общественным деятелем лидером движения перемен валерием дмитрием соловьем валерий дмитриевич добрый вечер добрый день коллеги добрый день и всем кто нас слушает и смотрит спасибо валерий дмитриевич а с наступившим вас новым годом желаем вам главное здоровье бодрости оптимизма хочу выразить вам свою благодарность за сегодняшнее интервью и выразить благодарность своему брату и соведущего геннадию примеру который к сожалению сегодня отсутствует но как говорится он будет следующие разы в наших передачах валерий дмитриевич а начинаем с первого вопроса в 20 лет назад в новогоднем выступлении борис ельцин обозначил кроме всего прочего поздравлений обозначил своего преемника я думаю мне так кажется что очень многие кто-то с опаской а кто-то с надеждой ждал такого же эффекта и от владимира путина в этот раз как вы думаете почему не случилось и ожидали ли вы от владимира путина вот такого эффекта бориса ельцина я этого точно не ожидал я знал что этого не будет во первых во вторых владимир владимирович есть такая склонность он всегда поступают вопреки ожиданиям свое время и очень хорошо научили а мне учиться рассказывал как его учили что ты должен всегда поступать так как от тебя никто не ждет и он усвоил этот урок но в то же самое время еще до нового года он пообещал своим ближайшим друзьям что он внесет ясность по поводу собственного будущего по поводу того кто станет преемником в январе внести ясности это не означает нести ясность для общества это означает есть ясность для узкого круга друзей вот если он внесет эту ясность для них наверное что-то просочится и решила именно том когда он обещал внести ясность кто станет преемником какая будет модель транзита или трансфера власти как ее называют возможно что-то скажет послание федеральному собранию но я обращаю внимание уважаемых слушателей зрителей что почему-то песков молчит о том когда состоится послание президента федеральному посланию собрание прошу прощения возможно ему сейчас не до этого кстати во многом затяжка с обращением связано с развитием ситуации в соединенных штатах потому что американская ситуация самым серьезным образом может повлиять на содержание обращения российского президента коллега валерий дмитриевич а пока владимир путин не назвал имя естественно все политологи или тем кто смотрят за тем что происходит могут гадать и делать предположение а кто этот человек я не веду фамилию этого человека у меня такой вопрос владимир путин известен как человек и вы об этом сейчас говорили место на нестандартных решений то есть если вспоминать это и михаил фродков и михаил мишустин и там виктор может ли его решение удивить общество и российскую бюрократию да конечно может даже скажем если речь пойдет кандидатуре которые иногда обсуждается екатерина тихонова его дочка разве ты не удивит даже если это был дмитрий медведев который уже использовался в таком качестве я думаю это все таки тоже вызовет реакцию удивление и раздражение и разочарование но одновременно владимир владимирович есть идея повторить тот же фортель как как благодаря которому он сам стал своими президентом то есть вытащить откуда-то из запасной колоды молодого генерала или офицера федеральной службы охраны или фсб ну допустим наподобие дюмина который сейчас губернатор тульской области и сделать его своим преемником но говорят что дюмин по своему потенциалу значительно уступает своему шефу что вряд ли он на эту роль годится а все остальное остается допустимым но скорее всего президент россии постарается удивить всех снова вот я хочу сделать предположение может ли это быть дмитрий шальков который на сегодняшний день является начальником контрольного управления который кстати занимал владимир путин перед тем как стать потом руководителя фсб и стать президентом я никогда не слышал чтобы он фигурировал в каких-либо раскладах но это ничего не значит удараться в свое время великого римского поэта был бы не снял адмирария ничему не удивляйся что нам тоже стоит руководство сейчас этим не за на нато ли блин дмитриевич а как правило как правило одни элиты сменяют другие новые виды всегда ждут когда акела промахнется и чтобы занять место этого самого акела у меня вопрос такой существует ли новые элиты и кто их лидеры если такие имеются тот круг людей которые сейчас управляют россии не намерен никого подпускать штурмала управления они бы хотели сохранить путинскую систему и себя в качестве бенефицара и ключевых игроков этой системы без путина и после путина с моей точки зрения это не получится потому что система она нанизана как на стержень на самого путина и как только этот стержень слабеет там начинает разрушаться что сейчас и происходит систему начинает идти в разнос потому что скажем те скандалы которые сотрясают российское медийное пространство последние два-три месяца связи с историями о личной жизни о скрытой стороне личной жизни президента о скрытой стороне жизни его близких друзей такого количества скандалов в таком концентрированном виде не было 20 лет это само по себе эти скандалы свидетельствуют о высоком напряжении в рядах элиты элитной группировки обвиняют друг друга в провоцировании этих скандалов иногда это правда иногда нет в частности они считают что за частью этих информационных скандалов стоит николай патрушев этим связано допустим негативное отношение путина к его сыну которого якобы патрушев хотел в качестве преемника провести так что идет не идет а продолжается схватка бульдогов под ковром и оттуда уже долетает клочья шерсти как вы видите скоро наверно полетят шматки мяса с кровью но это вот должно произойти в этом году да я хочу поправить эдуард анатолий это наш режиссер ничего 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 все нормально а валерий дмитриевич вот смотрите а всем известно что самая главная проблема руководства россии бюрократии и бюрократии это санкции я хотел бы сделать такую модель интересную если вдруг мы просто предположим да такое вроде бы либерал алексей кутрин назначается преемником а можно ли сказать что это сигнал для запада для снятия санкций и если да то какое время это может занять для россии допустим год-два-пять-десять лет вот как это может работать эдуард вы мыслите точь-в-точь сейчас как президент путин вот когда он сделал анатолий чубайса уполномоченным своим по связям с международными организациями и когда он задумался еще перед новым годом в октябре-найбре о том чтобы сделать премьер-министром замен мишустина кудрина не преемником так далеко он все таки не заходит в отношении кудрина но сделать премьер-министром путин исходил из того что это должно стать ясным сигналом соединенным штатам о готовности российской федерации находить с ними общий язык и чуть ли не сигнал о том что в россии начинается вот теперь но судя по той информации которая поступает сейчас москву от новой администрации демократической точнее по утечкам которые поступают через разведканалы ничего хорошего от новой администрации ожидать не приходится наоборот надо готовиться только плохому кремле знает что подготовлено 4 варианта санкций все эти четыре варианта очень жесткие а содержание их не удалось пока раскрыть но того что стало известно достаточно чтобы вызвать очень сильное напряжение в кремле проявлением этого напряжения стало очень нервное поведение олега дерипаскин но насколько я знаю президент путин сам тоже очень напрягся он напрягся очень напуган этими санкциями которые будут носить как страновой характер так и характер индивидуальных ударов по самому президенту по его активам и по его ближайшим друзьям актива друзей поэтому вот видимо эту идею которая была у российского президента и которая должна была сопровождаться также сдачи венесуэлы эвакуации матура в обмен на и закулирование с новой администрации видимо пока что она ожидает своего часа и русские ожидают того что произойдет соединенных штатах я знаете скажу вам возможно фантасмагаритчику вещь и сторонник конспирологии но я знаю что в москве все еще надеются в кремле что каким-то чудом трампу возможно удастся устоять или спровоцировать такой кризис что американцам будет просто не до российских дел валерий дмитриевич до нового года владимир путин объявил о создании госсовета меня ничего не удивило из тех кого будем торговать те лица которые были там перечислены единственный человек меня действительно удивил это сергей кириенко вроде бы считающийся первым заместителем руководителя администрации вдруг он входит вот в этот госсовет может ли это говорить о том что в гонке за значит наследника а сергей кириенко является если не лидером то одним из лидеров я бы опять же не стал так далеко заходить естественное предположение но все-таки слишком смелая во первых кириенко это издавна доверенное лицо президента и он стал доверенным лицом человеком которому президент доверяет еще когда кириенко возглавил русад в прошлом году когда кириенко успешно провел плебисы по конституции по обнуление президентских сроков он это доверие подтвердил и президент не исключал того и не исключает видимо что кириенко может возглавить в каком-то новом кадровом раскладе администрацию президента вместо войны у такого решения пока еще нет но я знаю что она обсуждалась поэтому это естественно вести кириенко как собственно 2 там по влиянию человека в администрация подвечая по части внутренней политики вообще и первого государственный совет ну и это может обещать кириенко одновременно и кадровый рост но видимо кадровый рост будет зависеть от способности кириенко провести успешно парламентские выборы и чем черт не шутит речь шилая досрочных президентских по крайней мере вот осенью прошлого года но недавно закончился это перспектива досрочный президентский выбор обсуждалось ну мы с вами и начали с дождение кандидатуры преемника а валер дмитриевич а давайте просто уточним да а события в сша недельной давности напугали ли а администрацию вообще ближайшее окружение путина или они могли рассуждать как это не наша песочница и пускай они делают что хотят да наоборот они зародили робкое зерно надежды что трампу все-таки удастся спровоцировать большой кризис и вообще кремль бы это всячески приветствовал и опять же не хочу подать конспирологию но я знаю что все таки под дрочь как это называет под чужим флагом россия пытается через социальные вели сети влиять на право консервативное и право радикальное слои американского общества и порой это она делает не безуспешно я не хочу сказать что она сыграла решающую роль это было бы неправда но то что она пытается подталкивать в этом направлении в направлении внутреннего политического кризиса это совершенно очевидно и насколько я знаю такая информация есть у фбр ну есть у американских разведслужб мы уже говорили о екатерине тихом не тихо тихоновой а хочу уточнить что имя отчество для многих кто прослушал ее именно отчество владимир на она является дочерью владимира путина а насколько как вы думаете насколько она будем так ведь не то чтобы серьезный человек насколько она интересный человек насколько вес и и в окружении владимир путина серьезен и действительно может ли она стать ему а замена как наподобие лизаветы петровны здесь есть две позиции значит первая позиция тех кого можно назвать семьей президента это алина кабаева и часть родственников президента они считают что это подходящая и приемлемая кандидатура и также эту кандидатуру екатерины тихоновой насколько я знаю лоббирует сергей кириенко более того включение в число кандидатов президента в компании 2018 года ксении собчак было желаю вызвано желанием посмотреть как люди будут реагировать на женщину кстати если вы посмотрите то екатерина тихонова ксения собчак антропологические физиогномически чем-то даже похоже ну а для большинства окружение президента насколько я знаю она выглядит не серьезным кандидатом и более того сам президент очень сомневается в способности своей дочки по слухам удержать власть в случае его ослабления то есть пока он условно может контролировать ситуацию она может быть президентом можно попытаться избрать а вот что произойдет когда он перестанет ситуацию контролировать здесь нужен другой видимо человеческий тип такой 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 типаж конечно имеется но и владимирович вряд ли решится подобного человека с назвать своим преемником есть ограничение страх просто элементарный страх понимаете в чем особенность ситуации принципиальное отличие от 99 2000 года в россии нет второго путина то есть нет фигуры способные вызвать элитный консенсус и общенациональный консенсус такого человека в россии нет то есть получается такой политический голод на элиту можно так сказать ну в общем это во многом эта ситуация дефицита кадров и отсутствие кандидатов было вызвано усилиями самого владимира владимировича который скосил всю траву которая росла условно выше его собственного колена и на фоне этих карликов он конечно же выглядит титаном и поверьте он в своем окружении действительно самый умный и самый дальновидный валерий дмитриевич еще одна фамилия которая инте я думаю интересует политологов и а лично мне она очень интересна это дмитрий козак это такой а как сказать переговорщик человек умеющий договариваться что вы думаете по поводу именно этого человека его его а человеческие качества его умение лавировать ну будем так говорить находиться в окружении путина это человек у которого репутация неплохого администратора которому путин доверяет но в том что касается того трека дипломатического украинского российско-украинского на котором сейчас козак находится путин недоволен его деятельностью возможно вины козак особой нет в этом вины вины виноваты обстоятельства но путин как мне передавали не раз несколько раз по крайней мере говорил о том что сурков был эффективнее а вот у козака ничего не получается слишком медленно слишком неуклюже и в общем дело стоит так что понимается лояльность и доверие не означает высокую оценку эффективности вот путину не сомневается в лояльности дмитрия анатольевича медведева он знает что человек абсолютно лояль поэтому он ему доверил свое время пост президента и не исключает что доверит еще раз означает ли это что путин оценивает его как эффективного менеджера нет ни в коей мере точно так же путин не сомневается в лояльности генерала золотова но одновременно он к золотову относится весьма пренебрежительно поскольку знает я сказал бы его интеллектуальный потенциал ну если предположить что дмитрий медведев вернется на пост президента как воспримет запад это возвращение по вашему мнению для запада это не будет ни оттепелью ни обновлением и об этом было ясно сказано российским переговорщиком точнее это не были еще переговоры это были консультации в двадцатом году об этом ясно говорилось на всех уровнях несколько раз что если вы хотите поставить этого марионетку этого петрушку то не думать что у вас этот номер пройдет нет больше этого не будет валерий дмитриевич немножко юмора да чтобы разбавить нашу беседу помните был такой замечательный фильм летучая мышь да и там значит герой александр демьяненко адвоката говорит герою юрия соломина замечательные фразы ну чего вы так переживаете ну ну все сидели сократ галилей граф монте-кристо ну что вы так переживаете вот по этому поводу меня вопрос нужен ли политику политику опыт сидения и это опыт с плюсом или с минусом ну эти ганди в свое время сказал что нельзя вообще считать полноценным человека политика точнее который не провел какое-то время в заключении ну то была другая историческая эпоха ну вот в россии если вы занимаетесь позиционной политикой то с высокой вероятностью какое-то наказание вам гарантировано будет ли это скажем 10 суток как это было у меня или штраф или 460 суток как у алексея навального общей сложности 460 суток провел заключение это становится с моей точки зрения практически неизбежным и даже какой-то знаете печатью качества знаком качества как советское время это называлось был такой знак качества в ссср я помню жат и теперь патентованный ты теперь патентованный политик но шутка у вас прекрасная если если вот знаете российские политики все время вспоминают фразу англичанка гадит да то есть всегда какие-то проблемы с англией но если вспомнить то все пломбированные вагоны поезда приезжали из германии там больше ста лет назад несколько мечтателей приехали именно в таком вагоне и как говорится свою мечту осуществили у меня вопрос по алексею навальному который по объективным причинам находится в германии если варианты его возвращения в россию да безусловно алексей навальный не может не хотеть вернуться в россию потому что он российский политик он борется за власть в россии но как только в кремле стало известно что алексей навальный размышляет о том а стало это известно через развед источники через прослушку телефонов навального и членов его семьи его друзей что он размышляет о том чтобы между 5 и 10 января вернуться в москву это стало известно до нового года тут же было возбуждено уголовное дело против ближайшей сподвижницы навального любовь и соболь и тут же два уголовных дела против самого алексея навального тем самым послали черную метку ни в коем случае не возвращайся в россию ни в коем случае я думаю что возможно навальный специально допустил такую утечку чтобы проверить как кремль кремлевское руководство отреагирует вот она отреагировала абсолютно однозначным образом нечего тебе в россии делать мы сделаем все для того чтобы тебя не пустить а валерий дмитриевич вот а если смотреть российское телевидение а я периодически это делаю можно обратить внимание на то что некоторые пропагандисты которые свое время очень активно поддерживали владимира путина и эту власть ну допустим караулов платошкин шевченко делягин они начали так дрейфовать потихоньку в сторону будем так говорить критики власти что бы это означало они осмелели или власть дает именно вот такие позывы ну шевченко и платошкин это давнишние критики делягин всегда кусал тех кого называл либералами в окружении путина но толкает людей я бы сказал в сторону большего критицизма вне зависимости от того как они относятся к путину но в сторону большего критицизма ухудшение ситуации ситуация откровенно дрянь в российской федерации в экономическом социальном и политическом отношении и люди которые не лишены уж совсем здравого смысла и остатков интеллекта я бы сказал еще инстинкты самосохранения начинает задумываться о том что возможно новые ветры в россии что эпоха меняется об этом задумываются сейчас все поэтому вот такая реакция кто-то начинает покусывать за пятки самого президента как же так мы же думали что ты царь а ты вот не можешь оказывается с боярами справиться оказывается ты ценам приказал цены стоят раз-два а они растут что же такое так что поводов для недовольства и для критицизма в адрес президента и вообще в целом системы более чем достаточно для всех то есть даже самые лояльные если они не круглые идиоты они не могут уже промолчать в некоторых случаях Валерий Дмитриевич мы сейчас уйдем на рекламную паузу короткую и через пару минут вернемся спасибо оставайтесь на линии мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна Чикаго ее ведущий Эдуард Брунер мы сегодня мы сейчас беседуем с политологом общественным деятелем лидером движения перемен Валерием Дмитриевичем Соловьем Валерий Дмитриевич еще раз добрый день да я на связи еще раз добрый вечер хотя у вас уже по-моему ночь Валерий Дмитриевич у меня ночь да Валерий Дмитриевич уже прошло полгода по-моему да я думаю полгода тех событий которые произошли в Белоруссии и в большей степени в Минске насколько как вы думаете насколько Лукашенко стал с Путиным более ну условно говоря близкими друзьями или это не произошло это не только не произошло наоборот их отношения ухудшились внешне они конечно демонстрируют приязнь друг другу потому что вынуждены но на самом деле Лукашенко игнорирует Путина сейчас гораздо больше и гораздо чаще чем прежде вплоть до того что он отказывается с ним говорить по телефону говорит я сейчас занят передайте я занят потом как-нибудь свяжусь потом он действительно конечно связывается но вот что называется на молодежном сленге троллит российского президента потому что он знает что Путину некуда деться от поддержки Лукашенко что альтернативы у Путина нет и вместе с тем Лукашенко считает что ему удалось почти переломить ситуацию свою пользу и он может контролировать процесс поиска преемника для себя в Белоруссии в то время как Москва хотела бы провести своего кандидата так что отношения их не очень хороши это мягко говоря а у России есть как вы думаете свой кандидат на место Лукашенко или они так его не нашли если это был бы Бабарико и Москва настаивает на освобождение но Лукашенко поэтому его не выпускает из тюрьмы что это кандидат Москвы он просто показывает что будет так как хочет он что да он готов уйти он собирается уйти но на собственных условиях и выдвинув своего кандидата в президент и обеспечивая его переизбрание Валерий Дмитриевич если возвращаться все-таки к вопросу преемника я думаю на сегодняшний день это один из самых главных для России как в принципе и для мира вопросов олигархи не последнюю роль играют в политической жизни России как вы думаете вот этот олигархат который окружает Путина есть ли у них свой кандидат у них совершенно точно в настоящий момент своего кандидата нет и они находятся в растерянности и они в общем пока не очень влияет на ситуацию они пытаются смотреть в разных направлениях но скорее они сейчас озабоченные отношения между Соединенными Штатами и Россией и уже после этого будут принимать какие-то решения чего кстати боится Путин почему у него может возникнуть боязнь по отношению к олигархам он считает что если Соединенные Штаты примут так называемые адские санкции санкции в частности которые будут преследовать людей из его окружения то эти люди от лояльности президенту России быстро перейдут к нелояльности и составят против него заговор комплот вот это пугает президента но пока что у олигархов никакого своего кандидата это могу говорить с очень высокой степени осведомленности нет ангела мерки скоро уходит будем так говорить через какое-то время в конце этого года в сентябре уходит в историю она всегда была другом Путина и являлась как бы в Европе его человеком который его продюсировал если можно так выразить партнером спасибо партнером именно а насколько сегодня их отношения в связи с теми событиями которые в Германии происходили простые или непростые насколько она все еще доверяя владимиру Путину в политических диспутах отношения в целом германского эстеблишмента и меркеля президенту Путину очень ухудшилось за последние полгода очень ухудшилось излучайно это не означает что они не рассматривают Россию как потенциального или актуального стратегического партнера но речь не идет уже конкретно о том что таким партнером должен быть именно президент Путин другое дело что Германия она исповедует следующую позицию за ней в общем большую часть Евросоюза что мы не будем вмешиваться в дела России тот кризис который Россия ожидает мы не будем вмешиваться ни при каких обстоятельствах мы примем результаты этого кризиса потому что мы боимся вмешательства который может нам навредить то которая может нам навредить чем владимир путин я могу сказать что на фоне своих друзей владимир путин выглядит ну почти вегетарианцы не веган но почти вегетарианец если говорить тоже о международной политике а как вы думаете что должна предпринять россия чтобы от будущей администрации байдена начала определенную перезагрузку как это было с администрацией обамы или тут вообще даже никак не пахнет никакой перезагрузкой даже если россия пойдет и я только да и даже если россия пойдет закончить да да и если вот россия пойдет вот что россия должна предпринять какие на какие уступки она должна пойти чтобы будущая администрация байдена начала перезагрузку в отношениях no владимир Владимир Владимирович в присущей ему манере он рассчитывал изначально, что ему удастся обыграть Байдена, удастся перехитрить, обмануть. С этой целью он хотел продемонстрировать некую открытость Западу, намекнуть на то, что в России, возможно, в международных отношениях разрядка, а в России чуть ли не оттепель, и отдать Венесуэлу. Говорит, вот забирайте Венесуэлу, а мы, сказать, там сплавим Мадуро на Кубу куда-нибудь, а может быть в Ростов. Но на большее он не хотел идти. Возможно, там стал бы предметом торга уход из Сирии, но из Сирии Россия не намерена уходить. Ну, не очень понятно, что она еще могла бы предложить Соединенным Штатам. Но пока что ситуация выглядит так, что те уступки, которые есть в загашнике у Владимира Путина, новую администрацию скорее всего, и даже почти наверняка не устроят. И поэтому в Кремле ожидают резкого ухудшения, и вообще этого опасаются, к этому готовятся. Но что реально произойдет, никто не знает. Никто. Ну да, есть четыре варианта санкций. Но что будет в итоге принято, когда нет ответа на эти вопросы ни у кого? Валерий Дмитриевич, если говорить о Владимире Путине, насколько актуально разговоры, о его болезни? Ну, а ничего в этом отношении не изменилось. Хорошо подобранная комбинация препаратов позволит ему какое-то время оставаться на плаву, но не более того. Стратегически и даже тактически ситуация остается такой же, как и была. Ничего не изменилось. То есть израильские врачи постоянно с ним на связи, если можно так сказать. Все назначения, насколько мне известно, ими курируются. Тогда мы оставим Владимира Владимировича Путина в покое немножко, да, и поговорим о российском обществе. Насколько российское общество сегодня разделено или консолидировано по отношению к российской власти? Ну, можно говорить что угодно о неких разломах, но на самом деле все российское общество, вне зависимости от того, как оно относится к власти, вот сейчас находится в апатии. Просто в апатии. Обожают ли они эту власть? Ну, конечно, таких экзотов уже очень мало осталось. Принимают ли они ее или ненавидят? Все люди находятся равным образом в апатии. Это очень интересная ситуация. Правда, она случалась в истории России и прежде. Я прекрасно помню такое ощущение обреченности. Может быть, вы помните, когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал Николай Остином Чечернев. Ну, конечно. Вот, да. Но тогда все это продлилось недолго. Я рассчитываю, что и в этот раз это состояние апатии, обреченности продлиться недолго и сменится друг, причем это всегда происходит друг, лихорадочным оживлением. Если посмотреть социологию, у Путина все равно высокий рейтинг. Он довольно высок. Я не знаю, настолько ли он колоссален, как заявляют про правительственные социологические агентства. Скорее всего, он ниже. Если начать разбираться, то, может быть, он окажется еще ниже, но он, тем не менее, достаточно высок. Но здесь важно понимать качество рейтинга. Те люди, которые одобрительно относятся к Путину, никогда его не будут защищать. Это очень важно понимать. А вот те, кто относится к нему негативно, с высокой вероятностью могут выйти на улицу, чтобы протестовать. Хотя бы часть из них. А вот сторонники Путина защищать не будут. Поэтому власть пытается создавать такие, знаете, квазиштурмовые бригады. Или по образу Украины их там называли тетушки. Значит, вот такие тетушки. Это там такое есть движение НОТ, национальное освободительное движение откровенно сумасшедшего депутата Думы Федорова, который создает некие дружины. И есть такой писатель Захар Прилепин, который тоже пытается создать что-то в таком духе. Но выглядит это как сборище посетителей медвотрезвителя. Если говорить об оппозиции, насколько оппозиция сегодня тоже, можно так сказать, это слово подобрать, консолидирована? Или все-таки она все еще разобщена и нету единого подхода, ну, будем так говорить, главным вопросом? Ну, она в достаточной степени разобщена, что традиционно для российской оппозиции, я бы сказал, с начала 20 века. И большевики в этом отношении могут служить наглядным историческим примером. Но, тем не менее, сейчас я вижу попытку взаимопонимания, допустим, между тем же Ходорковским и Навальным, и ощущение того, что надо вырабатывать какие-то общие подходы, допустим, к парламентским выборам, что надо договариваться, разводить округа, договариваться с какой-то общей стратегией, о том, кого мы будем поддерживать. То есть, хотя внешне на поверхности мы особо ничего не видим, но ощущение необходимости соглашения, с моей точки зрения, усиливается. А что касается провинции, там вообще у оппозиции нет никаких разногласий. Вот допустим, то движение или сообщество перемен, которое я призвал создать, и которое уже существует, во всех, даже крупных городах, и даже в Москве наши товарищи, они прекрасно взаимодействуют с сторонниками Навального, с левыми, с сторонниками Платошкина, они участвуют в одних мероприятиях. Там нет никаких проблем во взаимопонимании, вообще нет. Эдуард? А может ли оппозиция при определенных условиях сотрудничать с властью? Или тут, как говорится, точка невозврата? Это зависит от того, какой оппозиции мы говорим. Ну, допустим, Яблоко, он всегда стремился как-то договариваться с властью, находить какие-то компромиссы. Есть другие отряды оппозиции, допустим, тот же там Навальный, Ходорхумский, ну как, с властью они никогда ни о чем договориться не могут. Или точнее власть не хочет с ними ни о чем договариваться. Поэтому я бы сказал, что это, наверное, будет зависеть от контекста. В определенной ситуации, когда мы столкнемся с масштабным кризисом, я думаю, что мы увидим попытки части власти договориться с частью оппозиции. Вот это мы весьма вероятно увидим. Я, допустим, охотно допускаю, что московский мэр Собянин на случай начала массовых протестов даст негласное распоряжение московской полиции не противодействовать манифестантам. Это не означает, что он их откровенно поддержит, но это будет фактическая негласная поддержка. Взаимоотношения с соседями тоже одна из главных проблем России и российского руководства. Недавно выступала Бурджонидзе, одна из лидеров оппозиции Грузии. И как бы в ее таком призыве можно было услышать о том, что Грузии надо с Россией взаимодействовать. У меня вот вопрос такой, нужно ли странам значит бывшим Советского Союза начать взаимодействовать с Россией, потому что если внимательно посмотреть, то Россия сумела по тем или иным вопросам разругаться практически со всеми? Вы абсолютно правы, она умудрилась разругаться, поссориться политически почти со всеми своими соседями, но дело в том, что нет альтернативы экономическому сотрудничеству. Вот посмотрите, между Россией и Украиной идет фактически необъявленная война, но по данным прошлого года Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Украины. Это без учета контрабанды, мы говорим только официально зарегистрированы в экономических связях. То же самое с Грузией. Да, с Грузией очень плохие напряженные отношения, но Россия до введения локдауна была чуть ли не основным, а даже основным поставщиком туристов ту же самую Грузию. Что вы понимаете, бизнес из южуал, все равно остается для этих стран очень важной повесткой. Молдавия, ну куда она может поставлять свое вино? Она все-таки будет пытаться в любом случае поставлять на российский рынок, и Россия может тем самым влиять на позицию допустим нового молдавского президента. Так что есть экономическая взаимозависимость, а учитывая разницу в экономических потенциалах в экономическом весе, эти страны более зависимы от России, чем Россия от них. Так что как бы ни были скверными, насколько бы скверными ни были политические и дипломатические отношения, нередко по вине России, это правда, экономические, торговые и человеческие связи в общем сохраняются. Валерий Дмитриевич, ситуация, если говорить об Украине и о России, то ситуация в Крыму с водой довольно тяжелая. Это ни для кого не секрет. Откровенно тяжелая. Да, у меня вопрос, если ситуация будет ухудшаться, может ли Россия начать военные действия в отношении Украины, чтобы как-то получить возможность доступа и контролю за водой? Я не исключаю, что в отчаянной ситуации Россия может на это решиться, потому что пока что я не слышал о каких-то крупных проектов технологических, которые бы позволили решить проблему с обеспечением Крыма водой в достаточном количестве. Поэтому, если ситуация еще ухудшится, я бы этого не исключил, потому что Россия пыталась договориться, пыталась использовать экономические рычаги, подкуп, но не удалось. Поэтому у нее выбор опций невелик. строить допустим опреснители атомные, это теоретически возможно, но это требует большого времени. Это надо было начинать делать условно в 80-е годы. Тогда бы Крым не знал проблем с водой. И, кстати, тогда и хотели это сделать, такой проект существовал, но он был остановлен. Так что боюсь, что простого решения здесь нет. Еще один очень важный политический игрок в мировой политике это Китай. Насколько его давление на Россию или, как говорится, рабочие отношения с Россией серьезны? Насколько в России Китай воспринимают или как партнера, или как соперника? Конечно, на словах мы называем Китай партнером и будем говорить, но фактически для России Китай это еще не соперник, ну точнее он не может быть соперником, он сильнее экономически и в общем геополитически сильнее России. Китай для России это вызов, то что называют челлендж это классический вызов. Это проблема, которая будет для нас нарастать и увеличиваться. Я могу сказать, что решить эту проблему при нынешней политике Российская Федерация не сможет. Она сможет решить проблему Китая, то есть как-то справиться с этим вызовом, только изменив свою внешнюю политику и только в союзе с другими странами. В союзе с Соединенными Штатами, в союзе с Японией, в союзе с Южной Кореей. Иначе шансов у нее просто противостоять Китали не будет. Турция враг или друг? Турция очень тяжелый партнер, с которым Россия, точнее здесь очень важен фактор личных отношений. Путин и Эрдоган это люди похожие по психотипу, и Эрдоган один из может быть трех-четырех мировых лидеров, ну пяти наверное, которых Путин уважает. У него нет для Эрдогана обидного прозвища, обычно всем он дает свои собственные обидные прозвища, Эрдоган он называет уважительно Султан или Раджа. Так что здесь это все окрашено личными цветами. Значит иногда они договариваются, но вместе с тем конкурируют за влияние на Южном Кавказе, что мы видели на примере войны за Карабах, на примере Карабахской войны. И сейчас там совершенно очевидные интересы России и Турции сталкиваются. И Турция стремится потеснить Россию на Большом Южном Кавказе. И в общем это ей отчасти уже удалось. Так что Россия окружена, я бы не сказал, что друзья. И даже те, кого мы называем партнерами, в действительности для нас таковыми скорее всего не являются. Насколько как вы думаете насколько для Путина было таким мощным ударом и неожиданностью события в Карабахе? Ну я не думаю что они были такой уж неожиданностью. Российская разведка достаточно хорошо была осведомлена и более того российская разведка передавала информацию армянской стороны туркам. Россия хотела наказать Армению за непозволительные вольности какие казалось. Так что это дело с общем сведомо российского президента она хотела чтобы конфликт поставил и Турцию прошу прощения Азербайджан и Армению в одинаково невыгодное положение. Ну в конечном счете пришлось вмешиваться чтобы Азербайджан не одержал там более убедительные победы. Так что это не было неожиданным сам по себе конфликт но его динамика скорее всего оказалась достаточно неприятной для России. И в частности очень неприятным оказалось преимущество турецкой военной техники над российской. А это было именно столкновение двух технических систем. Если говорить о разведке да как правило руководителей разведок в прошлое времена это были люди не публичные и вот если говорится господине Нарышкине то он за последние месяц два делает постоянно какие-то довольно странные заявления а чтобы это значило как вы думаете ну это означает две вещи во первых Нарышкин как разведчик это ноль абсолютная там служба внешней разведки управляет его заместители по-настоящему он ничего в этом не понимает и никогда не понимал это первое второе Нарышкин готовит второе Нарышкин готовится к другой карьере речь идет о том что он может занять пост министра иностранных дел вместо Лаврова и те заявления которые он делал они в общем похожи были на такую обкатку или прицелку но это одна из опций которая для него прочилась вторая опция что он может возглавить Госдуму ну вот в последнее время все-таки говорили о том что пост министра иностранных дел так что это вот так может быть объясняться Валерий Дмитриевич а вот пример если в конце нашей передачи говорить об окружении Путина насколько они уверены в себе и в своем положении если вдруг на смену придет человек который будем так говорить начнет их теснить ну будем говорить о примере допустим Хрущева да то есть они в свое время когда-то были все друзьями и потом оказалось что так называемые друзья вот насколько их положение может быть очень сильно подвергнуто риску они рассчитывают естественно и стремятся к такой ситуации при которой риска для них не будет но с моей точки зрения все пойдет не так как они планируют все пойдет не так как планирует Путин и вот эта вот верхушка его команды она просто рухнет и не так совсем даже как там условно сталинская команда все это будет я думаю более масштабно хотя и конечно и без без крови мне кажется нас ожидает совершенно неожиданная динамика и вот та власть российская которая привыкла вызывать ужас и наводить страх и на собственных граждан и отчасти на соседей и даже отчасти на мир она вдруг выяснится выяснится что она внутри вся сгнила и она не способна будет к сопротивлению вот это мы скорее всего увидим да Валерий Дмитриевич у нас остается буквально минута и у меня такой чисто не то чтобы профессиональный а интересный вопрос какая у вас самая любимая книга ваш самый любимый автор и есть ли у вас кино которое вы пересматриваете знаете вот у меня нет нелюбимой книги сейчас нелюбимых авторов потому что все это у меня со временем менялось поэтому увы не могу назвать и то же самое относится к кино я ничего не пересматриваю я смотрю один раз по-моему даже второй раз я не смотрю даже те фильмы которые мне очень понравились вот такие у меня довольно странные вкусы 10 слушателей вы отнесутся с пониманием валерий дмитриевич огромное вам спасибо за это интервью мы надеемся на еще несколько интервью потому что разговаривать с вами очень и очень интересно и еще раз желаем вам здоровья бодрости оптимизма и всего самого лучшего еще раз спасибо большое спасибо и всего наилучшего вам и всем нашим зрителям спасибо до следующих раз